Школа начинающего туриста. Один ролик, один навык. Сегодня мы поговорим о ремонтном наборе для похода. Он может быть очень разнообразным и даже может быть совсем не таким, как у нас. Но одно важное свойство у него должно быть. Он должен быть с вами в походе. Мы собрали для вас вариант ремнабора с некоторыми предметами для самоспасения. Лучше сразу завести отдельную сумочку или пакет, в который вы будете складывать все, что нужно для ремонта и починки вещей в походе, чтобы быть уверенным, что взяли все. Давайте соберем ремнабор для похода. Первым кладем спасательный одеял. Оно поможет, если вы отстали от группы, переохладились, остались без палатки или спальника. Затем кладем ремонтные втулки для дуг палатки. Если, конечно, у вас дуговая палатка. Посмотрите, чтобы они подходили по диаметру дуг. Если у вас палатка с дугами из фибергласса, лучше положить в ее чехол запасную дугу. Запасной сегмент дуги. Следующим кладем немного отмотанного водопроводного скотча. Универсального средства для ремонта всего. Потом положим стяжки. Ими также можно чинить все. Конечно, нитки и иголки для срочного ремонта порвавшейся одежды. Следующим идет тюбик универсального клея. Его сфера применения также огромна. Но, например, подошву склеить. Самое первое и частое применение. Возьмите также одну длинную стяжку. Именно при помощи такой длинной стяжки мы однажды чинили ботинок с отвалившейся подошвой. Спиртовые салфетки также пригодятся как для медицинских целей, так и для задач ремонта обезжиривания поверхности. Если вы используете надувной или самонадувающийся коврик, захватите ремкомплект, который шел с ним при продаже. Особенно обратите внимание, что нужно взять именно тот клей, который предназначен для этого коврика. Не лишняя окажется тут и зажигалка, а также одна таблетка сухого спирта. Включите в набор кусок паракорда или пару оттяжек от палатки. Захватите также изоленту для более простых задач, в отличие от водопроводного скотча. Дополнить ремнабор поможет мультитул, который позволит проводить ремонтные операции. Ему мы посвятим отдельный ролик. Напоминаем, что мы привели лишь примерный список вариантов ремонтного набора. Подгоните его под свои задачи и свой набор снаряжения. Друзья, это всего лишь один из вариантов ремонтного набора. Не стоит критиковать, лучше подскажите свои варианты. И те люди, которые будут смотреть этот ролик для того, чтобы узнать, как собирать ремонтный набор в поход, будут знать и о ваших вариантах в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!